Голосовать колоритно и ярко уже стала доброй традицией в Учкулане. Избирательный участок номер 131 продемонстрировал настоящее кавказское гостеприимство для старейшин аула. О праздничной атмосфере и ходе голосования расскажет Майя Хамдохова. В красочном уголке Карачаева-Черкесии, где вершина таинственных гор сливается с воздушными облаками, избирательный участок номер 131 организовал настоящий праздник для жителей живописного Учкулана, которые пришли реализовать свое конституционное право. Нарастающий коллективный дух сплоченности стал основой для граждан. Утро второго дня голосования. Стены избирательного участка были украшены плакатами. Разговоры о будущем аула создавали особую атмосферу. Кто-то предложил изменения в образовании, другие делились мыслями о поддержке местного бизнеса. Улыбки жителей отражали атмосферу единства и надежды на лучшее будущее. Среди присутствующих были особые гости – старейшины Учкулана. Под звуки национальной гармонии традиционным Айраном в Бурке и в Папахе они пришли на выборы. Для нас выборы, для села – это праздник. Это благо нашего народа, который здесь живет. Мы должны выбирать достойных, который мог исправиться своими обязанностями, обрадовать нас, беспокаиваться, заботиться о благополучии. Естественно, не только села, не только района, но и для всей России. Участники избирательного процесса, вдохновленные духом демократии, делились своими впечатлениями. Каждый чувствовал свою важность, ведь их голос может решить дальнейшую судьбу жителей аула и в перспективе самого Учкулана. Несмотря на легкое волнение, люди уверенно подходили к кабинкам для голосования. Выразить свою гражданскую позицию пришли и стар, и млад. По словам председателя комиссии, никто из жителей аула не остался равнодушным. Голосующие приходят коллективами, приходят семьями, ну, как обычно. А вот вы сами уже проголосовали? Я была одной из первоголосующих, как председатель участка, голосовала первая. В силу того, что выборы, это тоже является таким значимым мероприятием для горных селений. И вот на выборы тоже, как в праздничной атмосфере, что ребята, что вот старшее поколение идут тем самым, показывая пример. И старшему поколению ещё отрадно то, что, несмотря на свой возраст, они принимают, продолжают принимать активное участие в общественной политической жизни нашей страны, что является и примером для подрастающего поколения. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район.